В данном видео мы продолжим рассмотрение библиотек, которые позволяют работать с картами на языке R. Ну, соответственно, продолжаем работать в RStudio. Для начала напишем следующую команду, которая выведет нам результаты поиска в справке по слову Maps. Ну и здесь мы можем посмотреть основные библиотеки, которые позволяют работать на языке R с картами. Начнем с самой такой простой, популярной. Называется функция read.ogr и библиотека Ergdal. Можем здесь все прочитать, но вот мы видим основу, то есть данная функция позволяет считывать shapefile, и затем мы его отобразим. Соответственно, подключим данную библиотеку, если она у вас не установлена, опять-таки ее, конечно, необходимо установить. И напишем следующую команду. read.ogr. Первым параметром указывается папка, где лежит наш shapefile. У меня этот shapefile лежит в данной директории. r.first. И вот здесь лежит площадь Австралии, то есть территория Австралии, нулевое административно-территориальное деление. Ну и в качестве слоя указывается название файла. Итак, мы видим, что он сочетал наш shapefile, в котором ровно один объект и 70 полей. Ну мы можем его посмотреть с помощью view. То есть это переменная map, мы ее отображаем и смотрим, как она выглядит. Ну вот, соответственно, наша атрибутивная таблица. Теперь как нам отобразить данный shapefile в RStudio. Возможно, основные две функции. Это plot, который выводит нам shapefile. Ну и второй возможностью отобразить является функция splot, которая на вход опять-таки получает объект, который необходимо отображать, то есть в данном случае shapefile. И следующим параметром является колонка, по которой будет происходить заливка. То есть мы указываем вектор. Например, я хочу указать колонку GADMID. И мы получаем карту с легендой, то есть со шкалой. И как мы видим, значение 16 здесь отображено вот как раз таким фиолетовым цветом. И также splot позволяет построить карты сразу по нескольким колонкам. То есть вот сейчас мы использовали только одну GADMID. Но давайте вот возьмем еще одну произвольную численную колонку. Называется она NDID. И впишем ее. И как мы видим, у нас построилась первая карта по столбцу GADMID. И сейчас строится вторая карта и, опять-таки, шкала, то есть легенда по столбцу NDID. Ну вот она построилась. И мы видим, что 15, то есть значение столбца NDID соответствует темно-синий цвет, а 16 соответствует желтый цвет. Ну, опять-таки, мы ее можем посмотреть здесь. Собственно, вот так это все выглядит. На этом мы пока остановимся с функцией readOGR. И вообще мы здесь, уже, наверное, стало понятно, в библиотеке проходим очень быстро. Потому что их много. С точки зрения картографии они не очень, конечно, хорошие. Но все преимущество только в сочетании возможностей языка R и отображения. Итак, ну поехали дальше. Дальше рассмотрим модуль Maps. То есть вот мы здесь можем много чего прочитать о нем. А можем просто взять какой-нибудь пример. Например, вот импортируем модуль Maps. И затем, прописывая данную команду, мы получим карту США. А если, как мы видели, мы могли нажать вот сюда, MapAccess. То есть при введении данной команды появится еще координатная сетка. Ну вот, собственно, она. Появились штаты, потому что мы вбили не MapUSA, а MapState. Подробнее о каждом пакете, конечно же, можно прочитать в документации. Ну, поехали дальше. Дальше следующий модуль называется GGThemes. Давайте его сразу подключим. Заодно подключим GGPlot2 и посмотрим, что у нас написано. Ну вот, например, есть вот такой вот пример. Скопируем его отсюда, вставим. Ну и опять вот мы получили карту США, но мы ее получили уже в другой проекции. Дальше есть возможность использовать модуль MapTools. Подключим его и попробуем прогнать данную команду. И вот мы получили вот такую вот карту. Опять-таки с точки зрения картографии она ужасна, но как факт, вот еще есть один такой способ построения карт. Называется модуль MapTools. Следующий модуль называется RGoogleMaps, который позволяет, в данном случае, позволяет подгружать OSM-карту. То есть подключим RGoogleMaps и скопируем пример. То есть сейчас началась загрузка тайлов с OpenStreetMap по определенным координатам. И вот они скачались, мы получили вот такую карту, на которую мы можем в дальнейшем что-то еще накладывать. Следующий модуль давайте рассмотрим GeoJSON.io. Его лучше посмотреть через HTML-ресурс. И мы смотрим, какие есть способы отображения с помощью GeoJSON.io. Во-первых, картографирование с помощью Leaflet и картографирование с помощью GitHub. Итак, вот, например, отображение Калифорнии. То есть мы видим, что на карту Leaflet накладывается какой-то объект. В данном случае это штат Калифорния. Ну и вот, собственно, мы получили эту карту. Она опять-таки интерактивная, поскольку это Leaflet. Другой пример использует Special Grid DataFrame. То есть мы на карте располагаем регулярной сеткой маркеры. Карта та же самая, Leaflet. Для этого нам нужен модуль SP. Вот мы его подключили. И прогоним этот пример. Ну и вот мы получили уже регулярную сетку маркеров на той же самой карте. Опять все интерактивно. Ну, в принципе, нормально. Также модуль GeoJSON.io, естественно, позволяет считывать файлы с расширением точки GeoJSON. И в дальнейшем накладывать объекты из этих файлов на какую-то картографическую подложку. В данном случае мы просто посмотрели примеры, где подложкой является Leaflet. Ну и вот еще один модуль называется SP. Он опять-таки использует SP-plot. Но мы можем в данном случае, нажав Run Demo in Console, прогнать его и посмотреть, что нам будет выводиться. Ну и вот мы получим вот такую карту. То есть ничего сверхъестественного, конечно, здесь нет. Ну и на этом мы, наверное, закончим рассмотрение различных пакетов, с помощью которых на языке Air можно отображать карты. Вот, например, пакет High Charter. Мы его уже проходили. Опять-таки хочется сказать, что с точки зрения картографии большинство из них не очень привлекательное. Но преимущество, естественно, остается за тем, что есть возможность совмещения статистических преимуществ языка Air с возможностью отображения результатов на карте.